Что наряду с медиацией вы применяли ещё и жёсткие процедуры, как я понимаю, да? То есть это конфликтология? Ну, Александр Ильич, да. В мягкой форме это доводилось, но в принципе это было жёстко, да. А ситуация здесь безвыходная была. Ну, понимаю. Вообще, наверное, это свойственно для условий России, когда вы защищаете, условно говоря, слабую сторону в конфликтной ситуации, затем постепенно вы меняете баланс интересов, воздействуя на конфликтную ситуацию, и слабая сторона может очень сильно принудить сильную сторону к заключению мирового соглашения. Здесь надо придерживаться определённого чувства меры, потому что мировое соглашение, которое подписано под условием давления, очень неохотно исполняется. Вот другой момент, когда вы убеждаете ваших оппонентов перестать употреблять грязные приёмы в переговорах, и тогда можно заключить честную сделку на условиях, когда ни та, ни другая сторона не пытается навязывать свою волю. И тогда медиация работает уже в полном мере. Как вы думаете? Здесь, Марат Александрович, было просто по справедливости этой первой. Второе, вы знаете, опять уже, значит, исходя вот из этого небольшого опыта, который мы наработали здесь в Межневартовске, да, получается так, когда вот начинаешь заниматься двумя сторонами, да, конфликта, как правило, впоследствии, после мирового соглашения, в одной из сторон, значит, появляется уже желание работать с нами по решению каких-то своих проблем. Поэтому вот на сегодняшний день пока, несмотря на то, что где-то были даже и жёсткие, да, как вот мы сказали, значит, приёмы, но вот обиженных не было на сегодняшний день, и, в общем-то, мы переходили от одного мирового соглашения, заключённого между сторонами, уже к проблемам одной из сторон. Ну, замечательно. Да, это тоже вот вопрос мне, значит, задал Сергей о том, откуда берутся клиенты. Вот отсюда они и берутся. Решили вопрос нормально, люди уже где-то рассказывают, и уже начинают совершенно незнакомые люди звонить, и говорят, вот вы там ситуацию решили, значит, возьмёте, за наше дело не возьмётесь, и вот процессы идёт. Я хотел бы дополнить ещё, Геннадий Иванович, мы немного ещё продолжим, что клиенту не нужна медиация, в честном виде, как таковая, ему нужно решение его проблемы, правильно? Да. А самый лучший индикатор нейтралитета и профессионализма медиатора заключается в том, что оппоненты, которые раньше воспринимали вас как врагов, обращаются к вам уже в доверительной беседе по результатам медиации, рассматривая вас как эксперта, который умеет решать конфликты. Вот если это делает оппонент, то это значит, что он действительно рассматривает вас как нейтральную фигуру. Да. Маразар Александрович, ещё можно совет дать вот тем, кто учится ещё на медиаторах? Пожалуйста, да. Я сделал большую ошибку, когда, значит, проработав практически год медиатором, я согласился параллельно работать в страховой компании согласия директором агентства. Я сделал громадную ошибку. Почему? И вот тем, кто... Почему? Да потому что, Марат Александрович, я вот своему центру, да, конфликтологии, я уделял гораздо больше внимания. И я понял, что вот это моё упущение было, что я займёлся ещё вот страхованием. Хотя, значит, вот по страховой компании в неделю где-то порядка 20-30 коммерческих предложений разводилось по различным организациям. И в каждой...